МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Под отключение попадут 65 домов, в том числе два детских сада. Сколько продлятся работы, не сообщается. И еще одно неудобство для зареченцев. С 10 августа по 7 сентября будет производиться реконструкция пешеходной зоны Площади Победы. В связи с этим остановку общественного транспорта временно перенесут на перекресток улиц 9 мая Клары Цеткин. Схема движения маршрутных транспортных средств изменится. Автобусы пойдут через улицу 9 мая. Серьезная авария произошла накануне на 47-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Урган. В дорожно-транспортном происшествии пострадали 4 человека. В 8.50 федеральная дорога Екатеринбург-Шадринск-Урган произошло дорожно-транспортное происшествие с участием ВАЗ 99-й модели и автомобиля марки Рено. 23-летний водитель ВАЗа направлялся из Екатеринбурга в сторону Каменск-Уральского. Выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Рено. В результате ДТП два пассажира 99-й модели получили множественные ушибы, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Сам водитель вертолетом доставлен в областную клиническую больницу Екатеринбурга. В аварии также пострадал пассажир Рено. У него ушибы грудной клетки. Накануне на этой же трассе произошло еще одно ДТП. Столкнулись два отечественных автомобиля. Произошло ДТП двух автомобилей ВАЗ-2110. Значит, ВАЗ-2110 голубого цвета выехала на встречную полосу движения, допустила столкновение с автомашиной ВАЗ-2110 серебристого цвета. В результате дорожно-транспортного происшествия оба водителя получили телесные повреждения. Еще две аварии произошли в выходные на трассе Екатеринбург-Тюмень. В обоих случаях причиной столкновений стало несоблюдение водителями дистанции. На 24-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень, новое направление, отход поселка Голова-Ярского, произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель транспортного средства Ниссан Орена не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося транспортного средства ВАЗ-Приора. В результате столкновения пострадала пассажирка Лады Приоры. У нее травма шеи. Другое ДТП произошло на 59-м километре трассы Екатеринбург-Тюмень. Водитель фуры Мерседес двигаясь из Екатеринбурга в сторону Тюмени допустил столкновение с автомобилем Ниссан, который поворачивал налево, пропуская поток машин. В результате аварии пострадали пассажиры иномарки, женщина и ребенок. У обоих травмы головы. Глава городского округа Василий Ланских на днях побывал в селе Мизенском и Курманке. Там сельчане поведали градоначальнику о насущных проблемах. Большинство из них требует незамедлительного решения. Почему в земляках согласия нет и чем сельский житель хуже горожанина. Об этом репортаж Александра Кузнецова. На самом деле расстояние между Заречным и его пригородами измеряется не более чем 5 километрами. Однако по словам жителей сельских территорий, между горожанами и деревенскими целая пропасть. И если зареченцам даны почти все блага цивилизации, то за гранью города уже давно забыли, что такое коммунальный уют. В село Мизенская администрация почти три десятка людей уже в который раз обсуждают один и тот же вопрос. Когда к ним в дома придет газ. Газовая труба давно пролегла через окрестные улицы и остановилась своим крепко закрытым вентилем всего в нескольких метрах от их домов. Просто в свое время жители части Мизенского не смогли вот так вот собраться вместе и подписать бумагу, подтверждающую, что им нужен газ. Населенный пункт в пределах муниципального образования один из самых развитых. И скорее всего надо бы, мы опирались на вашу активность и инициативу. Ее почти не получили. И поэтому инициатива в данном случае по газификации оставшейся части Мизенки, она пошла с муниципалитета. И вот тут сельчан ждал неприятный сюрприз. Их соседям, которые вовремя позаботились о своем благоустройстве, газ провели бесплатно. Деньги тогда выделили из городского бюджета и концерна Росэнергоатом. Но сегодня финансирование прекратилось, и теперь за коммунальный уют придется заплатить. Причем немалые деньги. И эта новость вызвала новые споры и новый разлад. Сторонних денег не будет. Их использование просто не позволит закон, а потому все вновь зависит от самих сельчан. На этом сходе они проголосовали. Газ нужен. Но в зале были далеко не все жители. И пока одна часть мизенцев будет убеждать другую, что с газом теплее и дешевле, время вновь идет. А значит газ может не прийти в деревню еще и в следующем году. А вот где действительно готовы, что называется, всем миром решать проблемы, так это в Курманке. Здесь даже представителей власти встречали организованно еще на крыльце Дворца культуры. Вопросы были заранее распределены, а все потому, что жителям нечего делить. Проблемы общие, и они не решаются вот уже несколько лет. Нет горячей воды. Заканчивается у нас горячая вода в середине мая, когда заканчивается топительный сезон. Даже в апреле, да? Ну, всегда по-разному. Начинается у нас горячая вода, когда топительный сезон. А он тоже не всегда вовремя, то есть в сентябре, в октябре. Не хватает не только горячей воды, но и тепла. Порой отопление между собой делят сразу несколько домов. Если батареи согреваются в одном, то обязательно становятся холодными в соседнем. И эта проблема вскоре вполне может объединить горожан и жителей села. Газ в городской округ по-прежнему не вернулся. Долги перед поставщиками по-прежнему исчисляются миллионами. Впрочем, и настрой властей не меняется. Он по-прежнему позитивный. Все, что требуется от нас по работе с должниками за поставленные теплоэнергетические ресурсы, мы это делаем. Горячая вода и отопительный сезон начнется по графику. Строго по графику это будет сделано обязательно. Говорили и о других проблемах. О том, что протекают крыши, падают антенны и засоряется вентиляция и канализация. Вопросы разные, но ответ чаще всего следовал один и тот же. Проблема это не только жители деревни Курманка. Я эту проблему знаю. Все знают о этой проблеме. Все сметы на все дома составлены. А вы нам обещаете? На все работы. А вы нам обещаете? И по ремонту крыши, и по восстановлению фасада здания. Сколько годов уже нам обещать будем? Этот вопрос остался без конкретного ответа. Вообще чиновники предпочли не называть сроки выполнения своих обещаний. Сами сельчане уверены, большинство слов, сказанных здесь, так и останутся всего лишь словами. Александр Кузнецов, Максим Улыгин, Павел Панов. Детали дня. В учениях войск Министерства обороны, которые сегодня стартовали в Заречном, будет задействован специализированный робот. Его возможности опробуют на территории Белаярской атомной станции. Об этом сообщает Центр общественной информации БАЭС. Напомним, войска спецназначения будут отрабатывать действия по ликвидации последствий радиационной аварии на атомных объектах. Перед подразделениями поставлена задача доехать от временного лагеря до Заречного, произвести радиационную разведку местности. Под нее попали улицы Курчатова, Клары Цеткин и Лермонтова. Затем военные произведут учебную дезинктивацию дороги в окрестностях атомной электростанции. На днях служащие уже разбили лагерь в окрестностях горышей элит. Под навесами расположились боевой грузовик и склады с техникой. Солдаты провели связь от лагеря в город. Пока с журналистами люди в форме не общаются. Известно одно. Высокотехнологичный робот будет задействован в последний день учений 9 августа. Обо всех подробностях спецоперации мы расскажем вам в пятницу. Не пропустите. Необычный подарок на 75-летие района получили жители Белоярского. Впервые на их территории прошел автокросс. Лучшие гонщики Свердловской области соревновались по езде по бездорожью на УАЗах. Зречности заездам добавила необычная трасса. Об экстремальных гонках изнутри наш следующий сюжет. О них говорят. Танки грязи не боятся. Водители этих автомобилей не мечтают о Феррари и смеются над словом болид. Их автомобили суровы, как и те трассы, на которых они соревнуются. Сегодня здесь сотни любителей экстремальных гонок. Большинство из них ранее даже не слышали о поселке Белоярском. Дело в том, что автомобильные соревнования на источнике, так называют эту территорию местные, проводят впервые. Трассу здесь тоже проложили в первый раз. Трасса, я бы не сказал, что для данного типа автомобилей трасса сложная. Нет. Трасса практически равнинная. Перепад высоты минимальный. Желательно, конечно, побольше крутизны, спусков, поворотов, грязевых участков побольше. Труднопроходимых. Несмотря на внешнюю простоту, квалификация – обязательный этап соревнований. Гонщики борются за стартовые позиции и пробуют трассу на зуб. Лучше других она поддается спортсмену из Камышлова. Эдуард Мишенькин. Его называют фаворитом, а он лишь смеется в ответ и переживает за свой автомобиль. Трасса тяжелая. Долбит, здорово, шибат все. Жарко еще очень. Машине достается здорово. А чтобы автомобиль удоставалось не так сильно, ему уделяют даже больше внимания, чем спортсмену. На этих соревнованиях не найти двух одинаковых машин. У каждой своя форма кузова, обязательно оригинальный рисунок протектора и инженерные тонкости под капотом. В итоге вместо стандартных 100 лошадиных сил мотор выдает честные 140. Трасса не скоростная, поэтому здесь важен не скоростной режим, а важен приемистый двигатель, чтобы гораздо был приемистее. И поэтому здесь делаются расчеты, когда спортсмены приезжают на трассу, при пробных заездах они смотрят, трасса либо скоростная, либо наоборот более тяговитая, где больше поворотов. И естественно под эту трассу настраивается двигатель сам. Все усилено, все проварено. Сказали правильно ехать, значит надо ехать. Все, первое место за нами. За первое место в этом году боролись 16 гонщиков. 10 из них вышли в финал, двое до финиша не доехали. Высшую степень пьедестала занял Андрей Макаров, гонщик из Камышлова. Хозяева соревнований в тройку лидеров не попали, но с мечтой стать победителями не распрощались. У каждого спортсмена мечта завоевать главный приз. Сделать это можно будет уже в сентябре. Победители автокросса примут на своей территории очередные соревнования, в которых возможно и белоярцы себя покажут. Александр Кузнецов, Антон Коряков, Павел Панов. Детали дня. Мусорные контейнеры на улице Таховская стали настоящей головной болью для работников детского сада номер 7. Вывоз отходов часто задерживается, а мусорные контейнеры загрязняют воду и почву. Откуда растут ноги у городских свалок и почему борьба с ними столь неэффективна, выяснял Максим Карамышев. Погорелову писали в главе администрации. После дождя в этом месте образуется большая зловонная лужа. Потом вода стекает в овощехранилище детского сада. Причина таких неудобств – мусорные контейнеры на улице Таховская. Это очень неэстетично, это очень негигиенично, когда такая огромная свалка с различными отходами, в том числе и химическими, бытовыми и пищевыми отходами, находится недалеко от детского сада. Наши вопросы неоднократно поднимали в администрации, но так пока и не решаются наши проблемы, проблемы наших детей и родителей. От малоприятного соседства с мусорными баками страдают жители домов на улицах Мира, Лермонтово и Ленинградский. Мусорные контейнеры зачастую стоят прямо на газоне вблизи жилых домов. На детском пляже проблема мусора обстоит особо остро. Урны возле скамерек забиты банками и бутылками, а два мусорных контейнера на дороге у леса спокойно доживают свой век. Это культура, поведение. А как это, об этом нужно говорить. Нужно говорить по телевидению, нужно говорить по радио, еще что-то, чтобы убирали люди за собой, что мы эту природу сами портим, нашим потомкам что останется. Согласно санитарным нормам, все места для хранения отходов должны иметь бетонные основания и ограждения. По словам директора МКУДС Екатерины Галихиной, такая ситуация сложилась из-за отсутствия схемы по очистке города. На данный момент схему дорабатывают, а подрядчики уже успели навести порядок на нескольких участках. После устранения всех недостатков, уже по окончании работ, по готовности схемы, на следующий год будут закладываться деньги, видимо, на обустройство контейнерных площадок в соответствии с правилами благоустройства заречного, в соответствии с анпинами, другими нормами. Очевидно, что проблема с мусором разрешится только к 2013 году, а до тех пор чисто будет только там, где не мусорь. Максим Карамышев, Антон Коряков, Павел Панов, Детали дня. Крышка канализационного люка посягает на спокойствие жителей Ленина-3. Каждый проезд во дворе автомобиля отдается неприятным звукам в квартирах. Жители не могут спать спокойно уже больше года. А ночью, знаете, вот машины-то туда-сюда у нас всю ночь здесь ездят. Вот же у нас стоянка тут вечная, вот гараж, да еще тут стоянка. И вот по этому люку без конца туда-сюда. Я вот на третьем этаже живу, не могу спать. И представляете себе, что здесь делается. Тут ребенок. Вот что нужно сделать для того, чтобы вот прийти и вот что-то тут подсунуть вот под него, и все, чтобы он не гремел, правда? И вот мы все, весь дом мучаются. Из-за этого люка жители Ленина-3 мучаются уже второй год, жалуются за реченка Светлана Куликова. С первого этажа даже съехала пожилая женщина. Не вынесла постоянного шума под окнами. Сама Светлана Георгиевна неоднократно обращалась в разные инстанции с просьбой устранить проблему. Однако на том конце провода только принимали заявки, а вот починить крышку не торопились. В поисках решения проблемы мы обратились в компанию «Акватех». Реакция последовала незамедлительно. Уже на следующий день проблему с гремящим люком устранили. Накануне в лесу вблизи плотины произошло возгорание. Неизвестные подожгли мусор в бетонном кольце. Кадры с огнем нам прислал городской репортер Дмитрий. Сегодня в конференц-зале администрации прошло награждение участников переписи населения 2010 года. Переписчиков честовали как настоящих героев. За заслуги перед страной им вручили медали. Приказ об утверждении списка представленных к награде был утвержден в мае 2012 года. И сегодня мы наконец-то эти медали вручили нашим участникам переписи и поздравили их с этой наградой. Медали за активное участие в переписи населения 2010 года сегодня получили 39 зареченцев. Труд этих людей может снова пригодиться уже через два года во время Всероссийской сельскохозяйственной переписи, рассказывают сотрудники отдела сводных статистических работ. Пенсионерка Людмила Гаврикова в переписи населения участвовала трижды и каждый раз получала награду. Говорит, несмотря на то, что к работе приноровилась, сложности на ее пути встречаются нередко. Переписчиком сложно быть. Нужно много ходить, задавать вопросы всякие. Люди разные попадают, очень разные люди попадают. Кто-то хорошо встречает, а кто-то и не очень. Кто-то ворота закрывает. Всякие встречаются люди. Соседка превратила двор в сад у знакомых 50 лет совместной жизни. В вашем подъезде тараканы. Все, что волнует или радует вас, интересно всему городу. Звоните, рассказывайте и получайте подарки. Делайте новости вместе с нами. Наш телефон 71172, адрес сайта зартв.ру. И это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. До встречи на канале Заречный ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин